Слово Обратите, пожалуйста, внимание на то, как ясно и четко, используя всего один предлог, Иоанн проводит раскраничение между ветхозаветной реальностью существования Святого Духа и новозаветной реальностью существования и служения Святого Духа. В 17 стихе мы читаем Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, говорит он, обращаясь к апостолам. Зная Иисуса Христа, они уже имеют отношение со Святым Духом. Может быть, о Нем пока они еще ничего не знают, но его лично они уже знают. Зная Христа, они знают и Святого Духа. Но с другой стороны, без Святого Духа они не могли бы узнать Христа. А теперь я хотел бы показать вам эту замечательную разницу, замечательное различие между предлогами, различие смысла предлогов. Фраза «Он с вами пребывает» указывает на ветхозаветную реальность, на ветхозаветное служение Святого Духа. Хочу здесь объяснить. Да, уже наступили времена Нового Завета, но пока еще действует множество моментов, множество богословских истин, которые описывались еще в Ветхом Завете. Святой Дух всегда действовал, всегда жил, присутствовал и действовал в этом мире. Святой Дух присутствовал и действовал в момент творения, в бытие 1-2. И Дух Господень носился над бездной. Святой Дух всегда действовал в нашем спасении, в нашем искуплении. Пророк Захария 4-6, где говорится о том, что «не силою, но Духом Моим». В 50-м Псалме, после греха Сверсавии, Давид молится и говорит, что «Духа Своего не отнимает меня, не забирает меня, Духа Своего». Дух Святой вдохновлял всех авторов Ветхого Завета, от Моисея, Давида до пророков, точно так же, как Дух Святой вдохновлял авторов Нового Завета. Однако, после того, как Иисус вознесется к Отцу, после того, как Иисус взойдет к Отцу, а произойдет перемена в его положении, в его расположении по отношению к верующим. Точно так же, как после Дня Пятидесятницы, Сошествие Святого Духа, произойдет перемена в положении Святого Духа по отношению к верующим. Когда Стихия говорит о присутствии Бога, больше, чем одна реальность, может быть описана в различных пассажах. Священное Писание неоднократно говорит о Божьем присутствии, но на самом деле в разных местах Библии, скорее всего, имеются в виду некоторые разные аспекты этого присутствия. Вездесущесть Бога, Бог вездесущ, Он присутствует везде. Это одно из качеств Бога, описываемое неоднократно в Священном Писании. В Псалмах Давид говорит о том, что даже если он сойдет в глубины, или буквально даже если он сойдет в ад, и там Бог будет с ним. Значит, Бог присутствовал всегда, присутствовал и присутствует во всех трех ипостасях Троицы. Об этом и говорится в Священном Писании. Подводя итог этому, в смысле бы это, святой Бернард сказал о том, что Бог подобен окружности, центр которой находится везде, а окружность, а самой окружности, самой линии окружности невозможно найти нигде. Но Божия вездесущесть не является единственным аспектом Божьей природы, описанным в Священном Писании. Есть и другой аспект, это так называемое ощутимое присутствие Божие. Да, мы понимаем, что Бог всегда и везде, но бывает особое время, бывает особое место, в котором Бог открывает свое присутствие, дает нам возможность его реально увидеть. В Бытии 28 глава, Яков говорит о месте, которое он потом назвал Вифиль, Дом Божий. Он говорит, оказывается, Бог здесь, или здесь сам Бог, а я этого не знал. Не могу предположить, чтобы до этого момента Бог не верил в учение о Божьей вездесущести. Скорее всего, Яков именно в этот момент понял, что здесь, в этом месте, Бог решил себя открыть, показать. Третья грань Божьего присутствия – это Божья помощь, Божья рука, Божье заступничество. Это то служение, та роль Бога, в которой Он помогает нам, укрепляет нас, ободряет нас во имя Иисуса Христа. Пожалуй, именно об этом говорится в последнем стихе Евангелия от Матфея, в заключительной части Великого Поручения. «И сея с вами, сея с вами, чтобы помогать вам, чтобы укреплять вас, чтобы поддерживать вас, сея с вами до скончания века». Есть и четвертый, и, может быть, еще более таинственный аспект Божьего присутствия. Именно об этом аспекте Господь говорит в 17 стихе 14 главы Иоанна. Как описать относительное положение в пространстве того, кто есть Дух и кто обладает качеством вездесущности? Как описать его таким образом? Сложно, с большими трудностями мы можем это описать. И очень внимательно, очень аккуратно, очень осторожно. Но именно об этом и говорит Иисус в 17 стихе. Все это я сказал в качестве предисловия к одной мысли. Во времена Ветхого Завета, во времена устройства мира по ветхозаветной модели, а Дух Святой находился вместе с верующими людьми, вместе с вами, в мироустройстве Нового Завета, Дух Святой будет находиться в верующих людях. И в вас будет. Иисус говорит, что Он, то есть Святой Дух, с вами пребывает. И это сейчас, это описание того, что происходит сейчас. А после смерти, воскресения, вознесения Иисуса Христа, Он в вас будет. Это новое мироустройство, мироустройство Нового Завета. Дальше слова, от которых еще больше захватывает Дух. Уверение в обетовании. Я вам уже говорил, в связи с первыми двенадцатью главами Евангелия от Иоанна, жизнь христианина поддерживается необъяснениями, основана не на объяснениях. Жизнь христианина поддерживается обещаниями. Она основана на обещаниях, на обетованиях. Не я придумал эти слова, не я высказал первую мысль. Эту мысль первым высказал Филипп Мелангтон, ученик и молодой помощник Мартина Лютера. Послушайте эти обещания. В семнадцатом стихе Он с вами, пребывает с вами, Он будет в вас. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Восемнадцатый стих. Девятнадцатый стих. Ибо Я живу, и вы будете жить. Двадцатый стих. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне. Что же Он хочет сказать? Неужели они этого еще не знают? Существуют градации, уровни знания. Господь благословил меня счастливым браком, хорошей семьей. Разумеется, в день нашей свадьбы я уже любил свою жену, иначе зачем мне было на ней жениться? И уже в день свадьбы я был уверен в том, что она меня любит. Без этой уверенности я бы на ней тоже никогда не женился, даже если бы ее очень-очень любил. Это было 32 года назад. Но мое понимание и той, и другой реальности, мое понимание того и другого факта того времени имеет никакое сравнение не идет с тем, насколько я это знаю и понимаю сейчас. В 1977 году, когда мы поженились, для меня это был вопрос веры. Но за последние 32 года это утверждение неоднократно было доказано. Мы с вами также можем все глубже и глубже погружаться в библейскую реальность. Соответственно, мы возрастаем в знании. В 1971 году я уже знал Господа, военного Спасителя. Я верил, что Он Сын Божий. Я верил, что Его кровью и Его смертью омываются мои грехи. Я верил, что Его воскресеньем мне предназначена вечная жизнь. Однако, если сравнить мое знание всего этого в 1971 году и знанием всего этого на сегодняшний день, то я сам, в образца 1971 года, сегодня мог бы показаться себе агностиком. За 38 лет моей христианской жизни Бог тысячи раз мне все это доказал и показал. И так и ученики. Они уже многое знают. В 13 главе Иисус говорит уже о том, что они знают. Он говорит уже об их знании. А в 14 главе, в 20 стихе, Он снова говорит им. В тот день узнаете вы. Вы знаете, одна из великих доктрин духовной жизни называется доктрина о взаимопребывании. Бог во Христе, Бог во Христе, Христос в Боге. Но интересно, что в это взаимопребывание включаются и верующие люди. Смысл взаимопребывания не только в том, что Бог, Отец, пребывает во Христе, Христос в Боге Отце. Взаимопребывание включает и нас. Эту реальность не осмыслить разумом. Все-таки Иисус описывает ее в 20 стихе. Он говорит, в тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Так вот, оказывается, взаимопребывание существует не только между Отцом и Сыном, Богом, Отцом и Богом, Сыном. Взаимопребывание существует также и между Христом и нами. Христос в нас, и мы во Христе. Я хотел бы объяснить вам два коротких греческих слова, но они настолько емкие, что на них основана большая часть богословия. Эти два греческих слова указывают на весь спектр нашего вечного спасения. Эти слова по-гречески звучат примерно так же, как и по-английски. Это слова «эн» – «кристо», «во Христе». «Во Христе». И в каком-то смысле мы можем сказать, что Бог не различает христианские конфессии. И в большей или меньшей степени точности, достоверности мы можем сказать, что Богу не важно, кто мы – католики, православные или протестанты. Бог не различает представителей Баптистского союза, пятидесятнических церквей, библейских церквей. «Бог не говорит одному, так, ты баптист, к тебе одно отношение, к другому – ты методист, с тобой по-другому, к третьему – ты из лютеранской церкви, с тобой вот так будем обращаться». На самом деле варианта только два. Либо мы во Христе, либо мы вне Христа. Если мы во Христе, то мы верующий человек, к нам одно отношение, независимо от того, к какой конфессии мы принадлежим. Если мы вне Христа, то к нам совершенно другое отношение, опять-таки, независимо от того, в какую церковь мы ходим. Вот и говорит Иисус в двадцатом стихе, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». И напрашивается вопрос, «В тот день, а в какой же?» «В день, о котором уже говорилось в шестнадцатом стихе». «В день, когда Святой Дух нам будет дан». Что же говорит тем самым Христос? Некоторые вещи невозможно понять, невозможно узнать, невозможно осмыслить, невозможно почувствовать, ощутить изнутри, пока Дух Святой не научит нас, не покажет нам, не объяснит нас, нам не поведет нас. Без внутреннего наставления Святого Духа невозможно понять, как это так. Бог Отец во Христе, Христос в Боге Отце, «Мы во Христе, и Христос в нас». Нам небезразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com В 17 стихе Христос говорит, мир этого не понимает, мир этого не понимает, мир этого не смеется, мир этого не понимает, мир над этим смеется, мир считает это глупостью, по одной причине. Мир не узнал Святого Духа, Святой Дух не объяснил все это миру, Святой Дух не стал помощником, наставником, утешителем для этого мира. В 21 стихе снова повторяются и развивается мысль пятнадцатого стиха. Все хорошие учителя иногда повторяются. Все хорошие учителя повторяются. Еще раз, все хорошие учителя повторяются, поняли, да? Это была шутка, проснитесь. В 15 стихе он говорил, если вы меня любите, исполняйте мои заповеди. В 21 стихе он повторяет эту мысль, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Нельзя интерпретировать 21 стих как учение о спасении по делам. Не говорится в 21 стихе, будто Отец любит нас за то, что мы соблюдаем заповеди Иисуса Христа. Иисус лишь описывает духовную реальность. Хотел бы сказать вот что. Невозможно получить спасение отчасти, частично. Либо все, либо ничего. Невозможно принять лишь часть благословений Христа. Мы получаем все сразу. Известный богослов, Луис Перри Чейфер, человек, который умер в 1952 году. Написал он христианское богословие, восьмитомный такой труд, христианское богословие. И Луис Перри Чейфер перечитал весь, внимательно перечитал весь Новый Завет, для того, чтобы понять, сколько нового происходит в жизни верующего человека после того, как он стал верующим, после того, как он покаялся. Вот он понял, что с покаянием в жизни человека происходит 33 новых события. Если бы мы стали медленно и внимательно читать Новый Завет, или если бы мы просто вместе прочитали список, который состоял Чейфер, мы бы нашли 33 события, которые происходят с нами в момент покаяния. 33 реальности, которые появились в нашей жизни после покаяния, в день после покаяния, которых до покаяния еще не было. Некоторые из этих перемен мы точно знаем, мы сразу можем их сформулировать. Мы получаем прощение грехов. Мы получаем вечную жизнь. Становимся чадами Божьими. Примиряемся с Богом. Дух Святой живет в нас. Мы получаем, по крайней мере, один духовный дар. Мы приобщаемся к телу Христову. Мы получаем, обретаем новую природу. Может быть, другие перемены мы не сразу даже вспомним, потому что они не столь очевидны. Но реальность в том, что спасение – это целый пакет. Но дело-то как раз в том, что спасение мы получаем целиком. Невозможно спастись частично. В послании к Ефессианам, 1 глава, 3 стих, говорится о том, что мы получили всякое духовное благословение, или все духовное благословение во Христе Иисусе. Поскольку мы благословлены всяким благословением, мы получаем все сразу. Не частично, не только избранное, но все. А процитирую снова Филиппа Меланхтона. Знать Христа – значит знать Его благословение. Я это сказал в связи с 21 стихом. 21 стих не означает, что если вы соблюдете заповеди, если вы будете делать добрые дела, то тогда и только тогда Отец вас будет любить. Спасение предполагает, что вы полюбите Христа. Спасение предполагает, что вы будете любить Христа, и, следовательно, исполняете Его заповеди. Спасение предполагает, что Отец будет вас любить. Спасение предполагает, что Христос вас будет любить. И спасение предполагает, что Христос проявится для вас, проявится в вашей жизни. Вот это и есть сущность спасения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова